Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Анна Давыдовская и в этом ролике я предлагаю обсудить, что такое лояльная аудитория и как делать сегменты для поиска лояльной аудитории в метрике. Также мы с вами поговорим про то, чем нам эти сегменты могут быть полезны. Начать предлагаю с определения, что же такое лояльная аудитория, кто это. Лояльная аудитория – это ваши постоянные покупатели, читатели, пользователи, кто-то еще в зависимости от специфики вашего бизнеса, вашего сайта. Для каждого бизнеса характеристики лояльной аудитории будут свои. Для того, чтобы понять, кто же ваша лояльная аудитория, как ее искать, вам нужно ответить на простой вопрос. Как ведет себя на вашем сайте посетитель, которого вы считаете постоянным? Основные характеристики лояльной аудитории, которые я предлагаю рассматривать в рамках этого ролика – это регулярность и вовлеченность. Под регулярностью мы понимаем, как часто ходит посетитель на ваш сайт. Ежедневно это происходит раз в два дня, раз в неделю и так далее. Под вовлеченностью мы можем понимать несколько метрик. Это глубина просмотра, это время на сайте, это не отказ, и это может быть любой другой ваш вариант, который важен именно для вашего бизнеса. Давайте рассмотрим примеры определений лояльных аудиторий, их характеристик. Для сайта типа интернет-магазин. Регулярность какая может быть? Раз в неделю, раз в 10 дней, раз в месяц. Зависит от специфики интернет-магазина того, что он продает. Какие могут быть тут метрики вовлеченности? Это товар в корзине, это покупка, доход, количество покупок, это параметр, переданный для держателей золотых карт и так далее. Все, что связано, в общем, с качеством поведения ваших пользователей. Для сайта, который построен по типу новостного портала, что может быть регулярностью? Ну, тут, в общем-то, только ежедневность, потому что если это новостной портал, значит, новости публикуются, скорее всего, каждый день, и, соответственно, регулярность нашего постоянного посетителя, это ежедневно. И какие тут могут быть метрики вовлеченности? Время на сайте, дочитываемость, поделяшки, подписки и так далее. И третий тип сайта, который я предлагаю рассмотреть, это блог. Для блога какая может быть регулярность? Ну, например, еженедельно или не реже какого-то количества раз в какой-то период, например, не реже трех раз, там, в две недели. И метрики вовлеченности для блога — это глубина просмотра, поделяшки, подписки, в первую очередь, ну, может быть, что-то еще, что свойственно вашему конкретному сайту. Давайте также разберемся, для чего нам определять лояльную аудиторию, чем нам может быть это полезно. Определив лояльную аудиторию, мы можем это применить для повышения эффективности источников трафика. Мы можем это применить для персонализации контента и рекламы под эту лояльную аудиторию. Мы можем таргетироваться на эту конкретную лояльную аудиторию. Мы можем оптимизировать сайт, я имею в виду UX-оптимизацию, под эту лояльную аудиторию. И, конечно же, в SEO мы можем применять наше познание о том, кто же наша лояльная аудитория. Итак, мы определились, для чего мы можем использовать сегмент лояльной аудитории. Давайте посмотрим, как мы можем это делать. Для повышения эффективности источников трафика сегмент с лояльной аудиторией мы можем применять в отчетах, которые вы видите в соответствующей таблице. Для таргетирования в отчетах с таблицей для таргетингов и то же самое для персонализации контента и рекламы. Подробнее вы сможете рассмотреть этот слайд уже по окончанию ролика. Сейчас предлагаю не останавливаться надолго на нем. Аналогичный слайд, часть 2, здесь про применение сегмента для целей SEO и для UX-оптимизации сайта. Итак, как же нам сегментировать лояльную аудиторию? Давайте рассмотрим на примере. У нас есть задача, например, сегментировать постоянных посетителей, которые заходят на сайт 3-4 раза в месяц и проводят на сайте более 2 минут. Как мы это будем решать? Мы выделяем сегмент, который нам позволяет увидеть визиты, в которых среднее время между визитами от 7 до 10 дней. То есть это как раз и получается 3-4 раза в месяц посещаемость. Мы также выбираем сегмент «Вернувшийся посетитель». То есть это характеристика постоянного посетителя. Он как минимум на сайт пришел 2 раза, может быть и больше. И также мы выбираем сегмент по времени на сайте более 2 минут. И что я вижу в отчете? Сегментацию я производила в отчете «Источники сводка». Я вижу, какие каналы приносят мне наиболее лояльных посетителей. Конечно, большая доля этих посетителей ко мне приходит по прямым заходам. Это неудивительно, но в большинстве сайтов самая лояльная аудитория находится именно в этом сегменте трафика. Потому что, как правило, это люди, которые переходят на сайт напрямую. Они уже знают адрес вашего сайта или он даже у них в закладках в браузере. Поэтому идем дальше, смотрим, в каком канале трафика у нас еще большая доля посетителей. И видим, что это переходы из поисковых систем. То есть лояльная аудитория ко мне приходит из поиска. Я могу теперь с этими знаниями что-то делать в зависимости от своих целей. Небольшой лайфхак, поскольку мы с вами говорили про настройку сегментов. Сегментов в метрике много, это хорошо. И помнить их все, естественно, не обязательно, и это тоже хорошо. Вам достаточно просто ввести в поисковую строку при настройке сегмента слово, какой-то параметр, по которому вы хотели бы построить сегмент. И если соответствующий сегмент есть, метрика вам его покажет. Вот в данном случае я искала сегмент для отказов, не отказов. И еще один лайфхак. Вы можете перейти в настройку сегмента прямо из отчета. Например, вы смотрите какой-то отчет, видите, что у вас, вас заинтересовали переходы из поисковых систем. Вы можете нажать на значок воронки прямо рядом с этой группировкой, и система вам построит сегмент по этому показателю. Итак, как я обещала, пример определения характеристик лояльной аудитории. Предлагаю для начала рассмотреть в качестве примера сайт рекламных технологий Яндекса, раздел обучения, конкретно школу метрики. Давайте подумаем, что здесь может быть лояльной аудиторией. Этот сайт обновляется, этот раздел обновляется 2-3 раза в месяц. В нем более 20 подразделов в обучении. И здесь есть онлайн-курсы. То есть, что мы можем предположить про нашу лояльную аудиторию. Это люди, которые приходят к нам 2-3 раза в месяц, потому что мы обновляемся 2-3 раза в месяц, соответственно, люди это знают и приходят, смотрят, что новенького. Длительность их визитов будет от 15 минут, потому что пока они посмотрят новые видео, почитают новые статьи, может быть, даже пройдут какой-то онлайн-курс, закончат прохождение. И мы предполагаем, в общем, что это не менее 15 минут у них занимает. И также это посетители, у которых в визите минимум 5 просмотров. Опять же, потому что подразделов очень много. Вот мы можем теперь настроить такой сегмент в метрике и посмотреть, сколько же у нас таких действительно посетителей на сайт ходит. И второй пример определения характеристик лояльной аудитории предлагаю рассмотреть на примере клуба Яндекс.Метрики. Обновляется наш клуб в среднем 2-3 раза в неделю. Обновления заключаются в коротких постах. И в клубе есть возможность комментировать. Мы предполагаем, кто наша лояльная аудитория. Это люди, которые постоянно ходят на сайт, в клуб смотрят эти новые посты. То есть они совершают в среднем 8 визитов в месяц, может быть, даже больше. Мы предполагаем, что у них 3-4 дня между визитами. Например, они подписаны на обновление клуба, и поэтому чаще они не ходят. То есть они приходят, когда там появляется новый пост. И также наша лояльная аудитория наверняка активно комментирует. То есть они нажимают на кнопку «Отправить». Соответственно, мы настраиваем эти сегменты. Если у нас на кнопку «Отправить» навешана цель, мы также сегментируем по достижению этой цели и можем увидеть, сколько же у нас таких посетителей. На этом наш ролик про лояльную аудиторию и сегментацию этой аудитории в Метрике подходит к концу. Если у вас остались вопросы, предлагаю поискать на них ответы по ссылкам, которые вы видите на экране. С вами была Анна Давыдовская. Спасибо вам за внимание и хороших вам конверсий. До свидания.